Садальский довел народ до слез с сообщением про Пахмутову. В этом году легендарному композитору и автору песен исполняется 94 года. 9 ноября легендарная Александра Пахмутова отмечает свой день рождения. В этом году автору более 400 песен, которые знает и любит вся страна, исполняется 94 года. Традиционно Пахмутова всегда проводила этот день со своим супругом Николаем Добронравовым, но в сентябре его не стало и Александра Николаевна сейчас предпочитает держаться вдали от публики. Поклонники и друзья бесконечно переживают за самочувствие Пахмутовой и в день ее рождения поспешили как можно скорее поздравить композитора. Одним из первых в этот знаменательный день к Александре Николаевне обратился Станислав Садальский. На своей страничке артист разместил трогательный пост, в котором отметил все самые светлые и добрые качества, которые есть Пахмутовой. «Нет лучшей музыки в человеке, чем скромность и умение молчать», – сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Конечно, особенно, когда за тебя говорят твои песни, вернее поют. Вот удивительная Аля Пахмутова, тиха и безыскусна настолько, что мы привыкли к ней и уже не отдаем себе отчета, что живем в одно время с гением. Поистину скромность – венец великих людей», – рассуждает Садальский. А ведь слова Садальского про Александру Николаевну – чистая правда. Именно благодаря ее таланту и легкой руке на свет появились такие хиты, как «Старый клен», «Трос не играет в хоккей» и многие другие. В свое время Пахмутова объездила чуть ли не весь СССР в поисках героев для своих музыкальных историй. Чего только стоят ее песни, посвященные космосу. А ведь это композитор, владеющий всеми мыслимыми и немыслимыми званиями, наградами, титулами и даже малой планетой с именем Пахмутова. Иногда кажется, что она и правда – частица Солнечной системы. Столько поколений выросло в теплоте ее мелодии песен. С днем рождения Аля поздравил Александру Николаевну Станислав. Подписчики Садальского по достоинству оценили трогательное послание актрисе и подписались под каждым его словом. Александра Пахмутова по праву заслуживает звание человека-легенды и нам действительно повезло жить с ней в одно время.